Девушки отдыхают Возможные мастер-классы, игры и забавы ждут вас в 2 часа дня, возрастное ограничение 0+. Театральный сезон открыт, а значит, есть много спектаклей, о которых стоит поговорить. Один из них – это спектакль «Пришел мужчина к женщине». Он пройдет 21 сентября в стенах Оренбургского драматического театра. Начало 18.30, билеты стоят от 200 рублей, возрастное ограничение 12+. Это спектакль с классическим сюжетом, взаимоотношения мужчины и женщины. На сцене будут только два актера, которые расскажут всю историю от начала до конца. 22 сентября в драматическом театре можно будет увидеть спектакль «Продавец дождя». Это спектакль по произведению Ричарда Нэша, поставленный Ревкатом и Срафиловым. Завязка такова – находящиеся в сложном финансовом положении из-за жары семьи фермеров предлагают купить дождь. Правда, чтобы сделка произошла, нужно поверить в чудо. Начало в 18.30, билеты стоят от 200 рублей, возрастное ограничение 12+. Я не могу работать в этом сфере подозрений и насмерки. Вы просили 46 долларов. Мы вам их дали. Чего вы хотите? Я хочу сказать, что вы должны быть уверены, что дождь пойдет. Иначе ничего не получится. Понимаю. Потом вы скажете, что дождь не пошел, так как мы недостаточно были уверены в том, что он пойдет. А следующий спектакль рассказывает нам про приключения находчивого и очень любопильного парижанина Бернара. Думаю, многие уже догадались, что речь пойдет о постановке «Боинг-Боинг». Посмотреть ее можно будет 23 сентября в Оренбургском драматическом театре. Начало в 18.30, билеты от 200 рублей, возрастное ограничение 16+. Если вы хотите не только самостоятельно посетить театр, но и приобщить к искусству своих детей, то, например, вы можете отправиться 23 сентября в областной театр «Кукол», ведь там покажут постановку «Волшебный мир фантазии». Начало в 16.00 билеты стоят от 350 рублей, возрастное ограничение 0+. 23 сентября театр «Лица во времени» приглашает все зрителей на художественно-поэтический вечер. Он пройдет на Ташкентской 56, и вход туда стоит 150 рублей. Российское кино всегда было и будет камнем преткновения и среди кинокритиков, и среди зрителей. Но иногда на экраны выходят те картины, на которые определенно стоит сходить. Хотя бы для того, чтобы составить свое мнение о значимой для кинематографа картине. В этом году настоящим взрывом стало известие. Лента «Разжимая кулаки» Кира Коваленко получила премию «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Эта картина рассказывает о взрослении осетинской девочки, сталкивающейся с вопросами отношений отцов и детей. Фильм снят на осетинском языке. По словам режиссера, это сделано потому, что, несмотря на знания русского на Кавказе, внутри семей большинство людей говорит на своем родном языке. И для актеров, выросших в этой среде, куда органичнее говорить на осетинском. Это сложная, глубокая лента о несвободе в семье, и она, безусловно, заслуживает внимания. Отец семьи Заур воспитывает детей. Сына и дочь строго. Дочка по имени Ада выросла, превратившись в самостоятельную девушку, и она хочет сбежать от властного отца. Кроме этих двух детей, у Зауры есть еще и старший сын, Аким. Он сбежал от семьи и живет в Ростове, не собираясь возвращаться к прежней жизни. Но удастся ли Аде последовать примеру брата? Сможет ли она разжать отцовские объятия? На этом у меня все. Вы смотрели Афишу на городском телеканале ЮТВ. Смотрите только интересное кино, слушайте только хорошую музыку и побольше времени проводите с семьей и друзьями. Пока-пока!